Приветствую вас и вы в принципе сами ответили на вопрос Как вести себя с пальчиком не трансфируя его Значит ваш вопрос заключается в том Как наказывать его И этот вопрос в корне не верит Дело в том, что правильная постановка вопроса звучит так Как наладить общение с ребенком, чтобы он слушался Чтобы он делал то, что нужно И ответ на вопрос, как я уже сказал Вы дали сами Уделять больше ему внимания Именно внимание Именно внимание Ребенку Даст Послушание Ответственность И так далее Наказывание Наказывание Рождает Лишь только бунт Неприятие Нежелание что-то делать А так же Наказывание дает чувство защищенности В любом случае То есть Пальчик знает Что он может ничего не делать Может скандалить Кричать И так далее И при этом все равно Все дела будут исполнены Будут выполнены И так далее Если Относиться к нему Как к взрослому Если Дать ему почувствовать Ответственность За свои действия За свои Поступки Но при этом Не менять общение с ним Не требовать ничего От него То ситуация Может измениться Во-первых Мальчик Ощутит Определенную Свободу Он Поймет Что То что он Сделает То что он Сделает Результат Будет Именно Соответственно Его Поступку И здесь Нужно быть Последовательной Его маме И За Хорошие Поступки Хвалить И что-то Делать для него Позитивное А за плохие Чего-то лишат Но чего-то такого Что ему важно Но не является Основным Ни удары Ни наказания Ни тотальный контроль Ни постоянная рука Не поможет Ребенку Начать Слушаться Поможет Ему Только Внимание Ощущение Собственной Отношенности Ощущение Собственной Ответственности На своих Действия На свои Словые Поступки И Ощущение Что он Взрослый Ощущение Дать ему Понять Что он Уже Ничем Не выступает Взрослым По ответственности Чтобы он Почувствовал Как на него Навалилась Вся Вот это Вот это Вот ответственность Взрослых Которым он Стремится Сейчас Вот именно Так Нужно Поступать Вам А вообще Так Говоря Вам Можно Советовать Обратиться На На Наш Ресурс Чтобы Самостоятельно Не через Вас Задать Вопрос И Чтобы Получить На него Ответ Напрямую Как Сказать Из Первых Рук А Тогда Как Информация Через Последника Может Привести Не Засем Положительный Момент Вы Можете Показать Маме Это Видео Чтобы Она Основные Моменты На Себя Уяснила Вы Можете Привести В пример Себя Своё Отношение К Ребёнку Когда Во-первых Его Не Сравнивают С Сестрой Его Ему Не Приводят Сестру В Пример Да То есть Не говорят Постоянно Что Она Лучше Там И Дальше А Его Хвалят Принимают Таким Как Действ Тем Самым Мотивируя На то Чтобы Что-то Делать Ещё Именно Поэтому Находясь Один Срав Он Ведёт Себя Лучше Он Чувствует Что Может Что-то Значит Он Чувствует Что Внимание Обращено На Него А С Мамой Такого Ощущения Нет Она Видит В нём Только Того Кто Должен Что-то Исполнять И Кто Исполнит Это В любом Случае Хочет Или Нет И Вот Эта Неотвратимость Мешает Ребёнку Почувствовать Свободу А Свободу Ему Хочется И Вот Эту Свободу Нужно Ему Дать Так Чтобы Он Понял Что Лучше Бы Её Не Был Этой Свободы Вообще Потому Что Свободы Ещё Нужно Уметь Управлять А Это Можем Далеко Некабли Этому Нужно Учиться На этом Всё Надеюсь Что Помогу Если Какие-то Вопросы Остались Обращайтесь В личку Помогу Если Вам Понравился Мой ответ Буду Благодарен Если Сделаете Его Лучше Сделаете Сделаете В